Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Читающий город». С вами Валерия Бирюкова, библиотекарь детской библиотеки номер 3, централизованной библиотечной системы Архангельска. В этом подкасте я расскажу вам про книгу «Балет. Танец на кончиках пальцев» Юлии Ивановой, издательства «Настя и Никита». Балет – это вид сценического искусства, в котором артисты выражают свои эмоции и рассказывают историю с помощью танца и музыки. В балете танцоры выступают в красивых костюмах, а их движения соответствуют определенным правилам и стилям. В балете есть разные роли – главные герои, которые рассказывают основную историю, и «Кар де балет» – группа танцоров, которая создает фон для действия и помогает передать атмосферу происходящего. Балетные спектакли обычно сопровождаются оркестровой музыкой, которая помогает танцорам выразить свои чувства и подчеркнуть важные моменты сюжета. Какие упражнения необходимы, чтобы научиться танцевать на кончиках пальцев? Зачем изучать французский язык? Что такое экзорсис? И как появилась балетная пачка? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в книге «Балет. Танец на кончиках пальцев» автора Юлии Ивановой. Текст книги дополняют красивые, наглядные иллюстрации Марии Дорониной, благодаря которым можно обучиться некоторым балетным движениям. Люди всегда любили танцевать, но балет появился около 400 лет назад в Италии. Танец по-итальянски «балетта» развиваться начал во Франции как придворный танец. В те времена балет был совсем не похож на тот, что мы видим сейчас. Он походил скорее на костюмированный бал, иногда маскарад, на котором звучала музыка, появлялись разные персонажи и разыгрывались сценки. По-настоящему танец превратился в балет, когда его начали исполнять по определенным правилам. Директор Парижской Королевской Академии музыки и танца Пьер Башан придумал каноны благородной манеры танца. Все балетные движения он разделил на группы – приседания, прыжки, вращения и положения корпуса. Для каждой позиции вел особые названия. С течением времени одежда артистов становилась все более свободной и удобной, а балетные постановки наполнялись смыслом. В конце XVIII века танцовщица впервые встала на специальные танцевальные туфли – пуанты, и с этого времени балет изменился навсегда. Из Франции балет распространился по всей Европе, а потом добрался и до России. Первый балетный театр открылся в 1783 году в Санкт-Петербурге на Театральной площади. Назывался он тогда Большой театр. Сегодня это знаменитый на весь мир Мариинский театр оперы и балета. Гастроли русского балета за границей назывались «Русские сезоны» и пользовались неизменным успехом. Русский балет стал образцом для подражания во всем мире. Сейчас во многих городах есть балетные школы, где детей с ранних лет учат классическому танцу. Чтобы поступить туда, нужно пройти вступительные испытания. Будущие артисты балета должны иметь крепкое здоровье и стройное тело, обладать гибкостью, пластичностью, прыгучестью и хорошим музыкальным слухом, чтобы двигаться точно в такт музыке. Но чтобы стать артистом, нужен не только талант, а еще удача и трудолюбие. Балет – это очень большой труд. Первое, что усваивают ученики балета – пять позиций ног для выполнения упражнений. Основной урок в балетной школе – это экзерсис, который проводится в просторном зале с зеркалами. В первой части урока дети занимаются, держась за станок, а затем в центре зала, без опоры на перекладину. Это обязательная часть урока классического танца, которая помогает разогреть мышцы, развить гибкость, выработать устойчивость и координацию движений. В чем выступают балерины? Сегодня танцовщицы надевают специальные балетные костюмы, которые должны быть удобными, легкими, красивыми. Каждый костюм шьется индивидуально по меркам балерины, которая будет в нем танцевать. Костюм состоит из балетной юбки, пачки и корсажа, а на ножках балерин – атласные туфельки – пуанты. Пуанты должны быть удобными и устойчивыми. Жесткий носок фиксирует ногу и помогает балерине держать равновесие. Вот почему так важно, чтобы пуанты были как будто продолжением ноги. Перед тем, как показывать спектакль на публике, артисты заучивают движения словно стихи, вживаются в роли, учатся в движении передавать нужные эмоции. После того, как танец выучен наизусть, репетиции переносятся на сцену, чтобы артисты смогли освоиться среди декораций и в сопровождении симфонического оркестра. Самая важная репетиция называется «Генеральной», а первый показ перед публикой – премьера. В истории русского балета много уникальных балерин. Узнать их имена вы сможете, прочитав книгу «Балет. Танец на кончиках пальцев Юлии Ивановой» издательства «Настя и Никита». Познакомиться с этой книгой вы можете в детской библиотеке номер 3.